Добрый день, уважаемые зрители портала «Научная Россия». Меня зовут Михаил Бурцев. Я старший научный сотрудник Института космических исследований РАН. И в сегодняшней лекции мы поговорим о существующих системах институционного сантирования Земли из космоса. Первый вопрос, а почему именно системы? Казалось бы, есть спутник, он летает, что-то снимает, все хорошо. На самом деле все немножко сложнее. Действительно, когда в самом начале эпохи наблюдения Земли из космоса вы могли запустить спутник, каждый спутник был событием, и что получалось снять, то получалось нет. Сейчас все-таки ситуация несколько изменилась. Дело в том, что сейчас стараются все-таки запускать достаточно приличные группировки аппаратов, причем нацеленные не на какую-то одну конкретную задачу, а все-таки многоцелевые, чтобы максимально эффективно использовать имеющийся ресурс. И тут надо помнить, что любая космическая техника, любая космическая тема вообще, это про компромиссы. Действительно, если мы говорим о наблюдении Земли, нам бы хотелось наблюдать Землю как можно чаще, как можно лучше, и, в общем-то, всегда. То есть нам бы хотелось иметь максимально возможную частоту наблюдения. Причем, когда мы говорим о частоте наблюдения, речь идет о частоте наблюдения любой конкретной точки шарика, а не вообще Земли в целом. Если мы говорим о качестве наблюдения, то в первую очередь в голову приходит пространственное разрешение, то есть вот кусочек территории, который покрывается одним пикселем изображения. Естественно, нам хочется, чтобы было там условно каждые 5 минут и с сантиметровым разрешением. Так, к сожалению, не бывает, потому что, в общем-то, физика штука достаточно беспощадная и бессердечная. Поэтому любая спутниковая система наблюдения, она это компромисс между вот этими двумя основными параметрами, которые находятся в обратной зависимости друг от друга. То есть чем у нас больше полоса наблюдения, и тем мы, соответственно, чаще наблюдаем одну и ту же точку на земном шаре, тем у нас ниже пространственное разрешение. Такой, понимаете ли, компромисс. То есть для примера, если мы возьмем спутники с аппаратурой низкого разрешения, а низким считается разрешение порядка километра на пиксель, у них полоса обзора где-то там 2-3 тысячи километров. То есть вот при каждом пролете, а спутник, на самом деле, надо понимать, что это не фотокамера, это скорее сканер, который летит над поверхностью Земли и постоянно снимает то, что под ним проходит. Соответственно, вот при полосе наблюдения в 2-3 тысячи километров мы имеем возможность с одного спутника одну и ту же точку земного шара наблюдать 1-2 раза в сутки минимум. Как только у нас разрешение улучшается до, допустим, 60 метров, это вот если взять отечественную приборку МСС на спутниках Метеорем, у нас сразу частота наблюдений падает, а у них, надо сказать, полоса обзора 900 километров примерно за счет достаточно интересной компоновки камеры. Вот при такой полосе обзора мы наблюдаем интересующую нас территорию где-то примерно 2-3 раза, раз 2-3 дня. Если разрешение у нас еще улучшается до, допустим, 30 метров, как на американских спутниках Лансат, у нас частота наблюдений раз в 16 дней на экваторе гарантированная. Все. Соответственно, если у вас, ну, опять же, для одного аппарата на наших широтах, конечно, чем севернее или южнее, тем мы наблюдаем чаще, то есть на широте Москвы это где-то раз 9-10 дней, на полюсе вообще каждый день, понятное дело. Но, тем не менее, соответственно, как только у нас разрешение проседает до метров и тем больше сантиметров, мы можем спокойно раз в месяц наблюдать нужную точку. Поэтому, если мы еще же учтем и то, что атмосфера у нас в большом количестве диапазонов непрозрачна за счет обручности, Россия закрыта облаками примерно 70% дней в году, то, соответственно, мы можем получить довольно печальные цифры по тому, сколько мы вообще можем увидеть нашу поверхность. Соответственно, если мы говорим о системах, то, как правило, сейчас запускается много спутников группировки, причем разных совершенно разрешений и покрытий, чтобы иметь возможность и глобальных наблюдений, но часто, и детальных, но редко. И, если говорить совсем о многоспутниковых группировках, то, конечно, лидером в данном случае является американская компания Planet, у которой сейчас на орбите находится больше 200 аппаратов в одной группировке, которые обеспечивают съемку Земли с разрешением 3-5 метров каждые сутки. Вот просто за счет такого огромного количества. Это не значит, что вы получите гарантированное наблюдение безоблачной точки, но хотя бы один раз на дне они пройдут. Естественно, что наши параметры съемки определяются не только прибором, то есть полосой захвата, но и орбитой, на которой наши спутники находятся. В принципе, существует два классических типа орбит для наблюдения Земли. Первая орбита – это геостационарная, то есть такая орбита, находясь на которой спутник как будто висит над одной и той же самой точкой Земли. Это очень высокая орбита, примерно 36 тысяч километров высота. И у нее есть один существенный минус – она возможна только на ток в плоскости экватора. Больше никак. Ну, казалось бы, все хорошо, спутник видит Землю постоянно, регулярно. Да, но нет, потому что, с одной стороны, действительно, мы постоянно видим нужный нам участок, мы можем наблюдать его очень часто. То есть современные системы обеспечивают наблюдение раз в 10-15 минут, получение полного снимка от полного диска. Но орбита очень высокая. Соответственно, у вас катастрофически проседает разрешение. То есть это где-то характерное разрешение для таких систем – это от километра до четырех. То есть если мы берем видимый диапазон, то это километр примерно сейчас, если инфракрасный, то четыре. Хотя последние современные системы сейчас доходят до двух километров в ЭК диапазоне, до 500 метров в видимом, в отдельных каналах. Это, конечно, потрясающе выглядит совершенно. Кроме того, Земля у нас все-таки не плоская. Поэтому с геостационарной орбиты мы не видим при полярных областей. Ну, и при полярных, и, соответственно, у тех вот боковых. То есть где-то примерно с 70-й широты данные становятся просто непригодными для использования практически. Поэтому немалую часть территории геостационарные аппараты просто не могут исследовать. Что же нам делать? На выход приходят низкие орбиты, так называемые полярные, когда спутник летает с наклонением близким к 90 градусам. То есть это примерно вот так вот. Если вот это Земля, то это орбита. И частный случай такой орбиты — это солнечно-синхронная орбита с наклонением где-то 97 градусов примерно. И она с высотой где-то там от 600 до 800 километров в зависимости от массы аппарата. Она прекрасна тем, что спутник проходит над экватором в одно и то же местное время. И это нам обеспечивает наблюдение практически в одинаковых условиях. Постоянно, что крайне важно для большого количества задач. То есть мы постоянно понимаем, что и как мы видим. Соответственно, вот это уже спутники более детальные. То есть это разрешение уже от километра и до сантиметров примерно. Но у нас частота наблюдения уже довольно серьезно падает, так или иначе. Но что решается повторить большим количеством. Вообще же, если говорить об орбитах наблюдения Земли из космоса, конечно, действительно самые традиционные — это геостационарная и солнечно-синхронная. Но сейчас есть еще один вариант, в общем-то уникальный для мирового сообщества. Это наблюдение Земли с высокой эллиптической орбиты. Зачем и почему оно нужно? Дело в том, что Арктика — это очень интересный и важный регион для исследования. Но, как я уже говорил, наблюдать его с геостационарной орбиты невозможно. А наблюдать его с полярных орбит не всегда представляется удобным за счет низкой частоты наблюдения. Соответственно, выход из этого был придуман такой. Было решено создать систему на высокоэллиптических орбитах типа молнии, которая бы наблюдала Землю на высоком участке. Выглядит это примерно вот так. То есть если это Земля, то это космический аппарат, то орбита примерно вот такая. Вот. И на вот этом вот участке орбиты идет съемка. Постоянно идет съемка с периодичностью раз в 15 минут. То есть сейчас работает космический аппарат Арктика М-1. И он позволяет наблюдать Арктику с такой периодичностью где-то примерно половину суток. Соответственно, в обозримом будущем мы надеемся на запуск второго аппарата из этой же серии, который позволит наблюдать Арктику уже в таком квази-геостационарном режиме 24 часа в сутки. Вот. Ну, хорошо. Спутники летают, что-то снимают. А что же они снимают? Да. Снимают они в достаточно широком диапазоне спектра. Как правило, от ультрафиолета, это где-то длина волны 0,4 микрона примерно, до радиочастот, до примерно чуть ли не метровых волн. Самая понимаемая информация, это, конечно, оптика. Это видимый диапазон. Примерно то же самое, что снимают привычные нам фотоаппараты. Чуть менее понимаемые это ИК-данные. То есть, по сути дела, это самый яркий пример. Наверное, тепловизоры, которые так или иначе все видели. Вот это выглядит примерно так. Хотя, с точки зрения понимания, в общем, все то же самое. То же самое изображение, просто вот в других физических величинах оно на самом деле получено. И потом уже микроволновое зондирование и радиолокация. Ну, для чего это используется? Используется это как бы видимый диапазон. Это наблюдение растительности, это наблюдение различных явлений в атмосфере. На самом деле много чего, по большому счету. А это самое высокое водоступное разрешение, как раз те самые сантиметры. Кстати, надо сказать, что, в принципе, вот есть же всякие легенды, мифы о том, что со спутника можно увидеть, взять снимок, его увеличить, увидеть на площади машину, в машине зеркало, в зеркале отражение кого-нибудь. И увидеть, вот он, главный негодяй какой-нибудь бежит. Нет, это, к сожалению, мифы. Так не бывает. То есть, есть определенные пределы разрешения, которых можно добиться. Они сейчас составляют где-то порядка 15-20 сантиметров на пиксель. Лучше просто не будет, потому что атмосфера. Но у видимых данных, естественно, есть минусы. Это облачность мешает всегда, и ночью их получить невозможно. Соответственно, следующий вариант – это инфракрасная съемка. Она доступна круглые сутки. Ну, информация поступает круглые сутки. Облачность точно так же мешает. Это характерные разрешения, где-то уже начинаются от 100 метров и выше. И хуже, точнее. Вот так назовем. То есть, известный мне рекорд в ЭК-диапазоне, но если говорить о близком, то это где-то, наверное, 20, по-моему, метров. Но это очень близкий ЭК, вот прямо к оптике близкий-близкий к видимой. А так характерные разрешения для теплового ЭК – это от 100 метров и хуже. И это используется точно так же для различных метеозадач и много для чего еще. Ну, самый, наверное, выпуклый пример, для которого эти данные используются – это наблюдение за пожарами как раз. То есть, их определяют именно в ЭК-каналах все-таки, а не по видимым дымовым шлейфам и по горящей кромке все не так немножко происходит. Вот это снег, лед и точно также та же самая растительность, так или иначе, много чего еще. Следующий диапазон – это микроволны. Микроволновое зондирование пассивное точно так же. Оно используется для получения состояния атмосферы, для построения вертикальных профилей температуры и влажности. То есть, вот то, что как раз метеорологам и климатологам вот прямо вот нужно-нужно. И самое последнее – это радиолокация. Самый такой востребованный инструмент для океанологов, в первую очередь, потому что именно океаны лучше всего видны в радиодиапазоне, потому что как раз очень хорошо видна структура явлений на поверхности, те же самые волны, вихри и много чего еще. Прекрасно видны именно в радиодиапазоне, например, загрязнения нефтяные, наподобие того, что было в августе в Черном море после разлива из терминала нефтяного. Там как раз итоговый разлив тоже именно в радиодиапазоне очень хорошо был виден. Ну и не только, кстати говоря. И радиодиапазон как раз уже всепогодный, он не зависит от времени суток, естественно. И это как раз чуть ли не единственный активный метод наблюдения Земли из космоса. А что значит активный и пассивный? Тут все достаточно просто. Практически все методы являются пассивными, которые воспринимают излучение от объекта, не воздействуя, собственно, на объект. То есть как бы я смотрю на вас, я вот его пассивно зондирую. Соответственно, радар это работает по принципу пинга. То есть послал сигнал, получил отраженный собственный же сигнал. Вот это вот как раз активное зондирование. Радиолокаторы, холоты. Не знаю, кинул бумажкой в соседа, да, и списать вот то же самое примерно. Так что вот такие вот методы дистанционного зондирования Земли сейчас используются. Если говорить вообще о дистанционном зондировании, наверное, даже не очень корректно говорить о том, что именно о Земле. Потому что Земля, это, конечно, действительно наш для нас самый близкий космический объект, на орбите которого больше всего аппаратов находится, так или иначе. Но, в общем и целом, физика-то та же самая. Поэтому ровно те же самые методы используются для наблюдения и за другими планетами. За той же Луной, за Марсом, за Венерой, за Меркурием. Вот ближайшие перспективы совершенно и не только. Те же самые физические принципы, те же самые классы приборов, так или иначе. Вопрос только в том, что все-таки, если мы говорим о Земле, здесь это уже даже не столько наука, точнее наука, но здесь это все-таки уже промышленность, так или иначе. Да, есть определенные стандарты приборов, есть определенные соглашения между производителями, которые показывают, что оптимальнее всего дело так именно для наших условий. И можно делать это на потоке. Если говорить о других планетах, все-таки там каждый аппарат вещь штучная, вещь уникальная и, естественно, делается по-новому. Но я думаю, что в дальнейшей перспективе так или иначе все это точно так же выйдет на те же самые условно-промышленные рельсы, и все будет точно так же устаканиваться. Потому что, повторюсь, в общем-то без разницы, что наблюдать. Как бы небесное тело и небесное тело. И на этом моя лекция завершена. Спасибо за внимание.